Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Братья и сестры, вы, в последнее время, сами того не желая, превратились в кинооператоров. Позабирайте, хватит одного. Позабирайте эти все цацки. Во время службы особенно, не надо этим всем увлекаться. Кому нужно, пусть делает он. Может быть фотограф на приходе, ему есть благословение, и то нужно скакать умеренно. Потому что есть некоторые фотографы на приходах, которые как мартышки скачут перед священником, туда-сюда, всю службу. И такое впечатление, что служба сделалась именно для того, чтобы ее фотографировали. А что, если мы не сфотографируем ничего, что службы не будет? Зачем это все? Поспрятывайте все в карманы, успокойтесь вообще. Успокойтесь. Потому что это нездоровое явление. Может человек тонуть, вокруг него может стоять 10 человек и снимать, как он тонет. И никто не залезет в эту воду, чтобы его вытащить. Это нездоровое явление. Значит, мы сегодня с вами переносим праздник Блаженной Ксении с завтрашнего дня на сегодняшний, потому что завтра собор. Собор всех новомучеников и исповедников в Русской Церкви. И чтобы не смешивать разные торжественные темы, разведено церковью, значит, на сегодня перенесли Блаженную Ксению. Народ любит ее очень сильно и знает ее. И первое, с чего мы начнем сегодня хвалить ее, это с того, что одним из тайных ее подвигов было помощь в сооружении храма. Если кто-нибудь был из вас на Смоленском кладбище в Петербурге, то там есть большой храм Смоленской иконы Божьей Матери. И во время жизни Блаженной на земле храм находился в состоянии стройки. Как вы понимаете, строили раньше не так, как сейчас. Строили в основном в теплые времена, потому что не было никаких таких материалов, там растворов, присадок разных к растворам, чтобы можно было и зимой класть кладку, и не было техники специальной, поднимающей блоки и кирпичи, значит, наверх. То есть ничто не облегчало человеческий труд, все делалось руками. И поэтому на Руси, в Древней Руси, строили храмы только в 4-5 теплых месяцев, поскольку холодов у нас больше, чем тепла, поэтому по 6-7 месяцев были перерывы в стройке. Ну, тогда уже было более другое время близкое к нам. Тем не менее, рабочие, строившие храм в честь Божьей Матери иконы Смоленской, находили утром для себя на верхнем этаже строительства наношенные кирпичи в большом количестве и намешанный раствор для каменщиков. Они недоумевали о том, кто бы это мог совершать такое доброе дело для них, но, тем не менее, они пользовались этим, поднимали кладку дальше, и не нужно было им тратить время и силы на эти подготовительные вещи. Этим занималась блаженная, которая имела своей жизнью Смоленское кладбище по смерти мужа, и его могила была для нее неким алтарем, на котором она совершала свои моления сначала за его душу, и потом она по ночам помогала строить этот храм, делала это добро строителям. Это важно для сегодняшнего дня, потому что, допустим, в одной Москве только есть программа «Храм 200», да, сколько там, 200 храмов нужно построить к какому-то там времени, периоду капитальных, разных, разнообразных по красоте и с инфраструктурой всей, с помещениями для школ воскресных, для кружков, для чего-то еще, это грандиозная задача. И ваш храм строится. И такой может быть вопрос, как всегда, при стройке. Стройка же это тяжелейшая нагрузка на всех, кто в ней участвует и кто ею командует, и от кого она зависит. Вопрос такой, кто нам кирпичи принесет, кто нам цемент с песком растворит водою, значит, кто нам эту растворную смесь приготовит для каменщиков, короче, кто нам там арматуру подвезет, например, кто нам там заплатит за аренду бытовок, а кто нам даст денег, чтобы мы заплатили рабочим, что нельзя не платить. А делается все в долг, быстро, и говорит, ты ладно, ты делай, мы расплатимся, а потом это висит на камнем на шее, надо платить человеку, значит, это грех садомский, не платить заработанную плату. То есть среди садомских грехов, среди самых страшных грехов, которые на небо вопиют об отмщении, это пролитие крови, в особенности крови отца или начальника, или царя, или в принципе дальше любого человека. И грехи садомского разврата, и удержание платы от наемника. Нанял человека на такую-то сумму, он работу сделал, ты ему не заплатил. Это то же самое, чтобы ты был садомлянин. Это то же самое, по Библии это одно и то же. Это грехи вопиющие к небу. Почему страшно, например, брать в долг, не отдавать долг? Тоже похожая вещь. И удерживать у себя законную плату человеческую. Надо бояться этого, надо отдавать людям деньги, заработанные тут же. Они тебе карман сожгут. Ты от них не обогатишься. И вот у нас эти вопросы такие, многие из нас строят, некоторые помогают им, кто строит, некоторые строили. И мы знаем эту беду. Кто мне даст эти деньги? Кто мне продлит аренду техники, например, строительной? А кто мне поможет расплатиться с рабочими? А кто мне там этот, условно говоря, раствор намесит? А кто мне кирпич наносит? Вот сегодня память. Блаженная Ксения Петербургская. Она имеет любовь к Храму Божьему. И она помогает тем, кто Храмы Божьи строит. Строит, обновляет, реставрирует. И воздвигает заново. Вот, пожалуйста, если хотите, то сегодня практический день пользуют для вашего прихода и для всех приходов тем, кто связан с этой проблемой. Кто там реставрирует росписи, например, какие-нибудь. Кого там обязал, какой-нибудь государственный орган взять на себя ответственное за реставрацию чего-то. Есть же храмы древние. А там еще тяжелее служить. Там государство заставляет тебя. Тут гвоздь не забивай. Тут кадилом не кади. Тут свечку не жги. А вот это отреставрируй. А мы проверим. Не сделаешь, мы тебя накажем. Там еще тяжелее. Гораздо лучше в новом храме служить, чем в центре старого города, в старом храме служить. Там над тобой государство смотрит, чтобы ты там что-нибудь не испортил. Потому что они там якобы сильно переживают за наши фрески. Ну якобы переживают. И там свои сложности есть. Вот блаженная Ксения сегодня для всех желающих может быть помощницей во всех делах связанных. Это суетные дела. Святые, но суетные. Связанные с стройкой божьих домов. Вообще, конечно, это великое дело. Если бы, например, знаете, как Софию Константинопольскую строили. Там на каждом кирпиче, когда кирпичи обжигали, еще когда кирпич был просто мокрой глиной, до тех пор, как его в печку засунуть, до обжига, на каждом кирпиче ставили печать из разных псалмов. И там стихи из псалмов на каждом кирпиче написаны. Там, дом твой Божий святой в век века, например, там, и там, дому твой подобает святыня, Господь, благотудни. И тогда на каждом кирпиче цитата из Псалтири в Софии Константинопольской. А когда рабочие клали камни, то они клали 12 камней, 12 кирпичей, потом стоп, отче наш считали. И дальше 12 камней. Стоп, отче наш. И дальше 12 камней. И при этом все, мы не построили ее, там, что за 5 или 6 лет всего лишь. Это огромное здание. А у нас недавно реставрировали большой театр, реставрировали в 8 лет. Реставрировали при всех современных технологиях. А тогда строили только руками, без кранов, без бетономешалок, без ничего. Еще и на каждый 12 кирпич останавливались, чтобы чинаш прочитать. Каменщики. Представляете? Оно поэтому стоит во веки веков. Что с Богом построено. Потому что строить храмы, это великое дело. Если ты купил кирпич для храма, знаете, именные кирпичи, значит, ты будешь в этом храме. Потому что написано в Библии Святой, что вы сами, как живые камни, устрояйте из себя жилище духовное Богу. То есть мы сами живые камни. Мы сами строим эту великую церковь Божию, которая из людей состоит. И каждый из нас это камень в этом доме. Поэтому мы живые камни. Мы стоим на камне веры. Камень Христос. И вот если даже кирпич купил, в храм, этот кирпич встанет там во имя Твое, в память о Тебе. И этот кирпич за Тобой пойдет на страшный суд. И когда в Тебе ничего доброго не будет, только одна суета и злоба, и зависть, и обжорство, и лень, и дурость. А этот кирпич перед Тобой станет, перед Тобой и Господом. И Господь на кирпич будет смотреть на Тебя. Скажет, ну хоть кирпич Тебе есть, Господи помилуй. Нет ничего, но хоть кирпич один торчит в храме, во имя Твое, в память Твою. Это великие вещи. А потом все узнаем. Когда наступит время шагнуть туда, тогда все узнаем. Так что строите храм. Можете метлой, метлой помогаете. Можете перфоратором, перфоратором помогаете. Можете деньгами, деньгами помогаете. Можете чем-то другим, борща сварить рабочим. Этим помогите. Короче, храм поднимется рано или поздно, и ваш украсится, поднимется, осветится и заживет. И может быть, с этих свечек, этих многоэтажных, эти миллионы людей, живущие в этих районах спальных, потянутся, потому что, чтобы ходить в смиренные деревянные храмы, нужно иметь больше веры. А чтобы ходить уже в красивые храмы, надо уже иметь меньше веры. Потому что, ну, красиво, то уже и пошли. Ну, может, пойдут, вот эти все люди, потому что где же миллионы людей живут? Ну, по крайней мере, сотни тысяч. Живут людей, которые будут смотреть в окно, а там храм стоит, колокола звонят. Может быть, там коснется Бог к совести одного, другого, третьего, и будет много людей. Так должно быть. Вот Ксения Блаженная сегодня, она помощница вот именно в этом деле. Потом, я думаю, что большинство из вас знает ее жизнь в общих чертах, о том, что она горячо любя своего мужа, как и нужно любить женщине мужа своего, потеряла его в ранних годах, мало поживши с мужем и не родивши детей от него. То есть осталась сама одна, как палец на земле и совершила подвиг ради спасения его души. Она на себя надела некую личину, образ сумасшедший, от горя с ума сойти нетрудно. Люди и без горя сходят с ума. Сумасшедших. Сумасшедших это не только те, кто уже лежит в больнице. Сумасшедших гораздо больше. Даже не буду про это говорить, потому что это грузная тема. И она делала вид, что сошла с ума от горя. И откликалась с тех пор после смерти мужа только на имя своего мужа. Ее Ксения Григорьевна и его Андрей Федорович. Когда кричали Андрей Федорович, она говорит, а, да, что? А когда кричали Ксения, Ксения там, значит, она говорит, Ксения умерла. Умерла, нету Ксении. Умерла Ксения. Жив Андрей Федорович. Она оделась в его одежду. Зеленый и красный цвет, это камзолы и штаны, значит, он был в придворной капелле, певчим придворной капеллы. И потом она всю жизнь носила на себе зеленое, красное, красное, зеленое. Зеленую кофту, красную юбку там, или красную кофту, зеленую юбку. И стала молиться Богу за своего мужа, чтобы ее муж вошел в рай, чтобы Бог простил ему все грехи, чтобы они в раю встретились, ну и так далее, и так далее. Существует такая, знаете, заместительная вера, когда, например, в Евангелии мы читаем, когда некая мама приходит к Иисусу Христу и говорит ему, помоги мне, дочь моя беснуется. Не дочь бесноватая приходит, а мама. И за молитву матери Христос исцеляет дочку, которая беснуется. Или мы читаем в Капернауме перед глаза Иисуса Христа спускаю через крышу расслабленного, парализованного. Четыре человека, которые разобрали крышу, спустили прямо к Христу. И пишется там так в Евангелии, что Христос видит веру их, то есть спустивших этого больного, и говорит расслабленному, дерзай, вставай, иди, исцеляет его. То есть за молитвы одного может быть очень хорошо другому. Не только каждый сам себя вымаливает, но вымаливают люди друг друга. И даже, знаете, лучше вымаливать кого-то, чем себя, с надеждой, что кто-то вымалит тебя, а не ты. Даже, может быть, можно даже резко сказать, забудьте и отчаяйтесь, думать, что вы сами себя вымолите. Буду молиться, 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 сама себя вымолю, сам себя вымолю. Может быть, даже это можно и забыть. Но вот если ты будешь вымаливать другого, а другой будет вымаливать тебя, здесь не будет места гордости. Ну, как бы, мне чем гордиться? Если меня другие спасли, зачем мне гордиться? А когда ты молишь за других, получается любовь. И вот так получается заместительная такая вера. Спасается один за другого. И Ксения стала вымаливать своего мужа. И нет сомнения, она спасла его, она его вымолила. А вместе с ним и других. Значит, вот тут, братья и сестры, есть такая серьезная вещь, которую стоит напомнить. Да, что у святых, есть такие несколько пословиц на одну и ту же тему. У святых руки в локтях не гнутся. Представьте себе, что мы за столом сидим. Что такое рай? Если бы стол был накрыт, и мы были бы святые, у нас бы руки в локтях не гнулись. То есть я могу взять любую еду со стола, но в рот себе ее положить не могу. Могу кому? Могу другому. Ты скажешь мне, дай мне вот этого, я даю тебе. А себе не могу, у меня рука в локтях не гнуется. Тогда я тебе говорю, ты дай мне это, дай мне вот это. Ты берешь и даешь мне. И мы как бы как коллеги друг друга кормим и спасаемся. Потому что руки как раз в локтях так гнутся. Легче всего слово мне, дай мне, это самое слышимое слово. Вот, например, на. Или я говорю, дай. Он как глухой. Говорит, на. Он сразу очухался, сразу слышит. Поэтому снабдите душу. Надо спастись переживанием о ком-то и страданием о ком-то, и молитвой за кого-то, и помощью кому-то. И нужно все это отдавать, как Христос себя отдал миру, людям. И мы спасены тем, что Он себя истощил, Он себя отдал. Мы должны отдавать свои таланты, время, силы, веру, молитву, любовь, деньги. Мы должны отдавать. И тогда будет некая надежда, что мы спасемся. А если все как бы ко мне, ко мне, ко мне, тогда нет надежды даже. Как один старый праведник сказал, если я только для себя, то кто я? Кто я такой, если я только для себя? Никто из нас не для себя, каждый для другого тоже. И та же пословица говорит про то, что у святых в раю длинные вилки. Опять представляем себе длинный стол, и у нас вилки в руках такие, как весло длинной. Мы можем наколоть любую еду, опять-таки, но не можем ее отправить себе, потому что у нас не маленькая вилка, а длинная, и можем другому дать. Так было с Ксенией. От чего родилась святость? От того, что она сильно любила мужа. Ну, любая женщина скажет, ну, что такого, я тоже сильно люблю мужа. Ну, хорошо. Но она его так любила, что после смерти мужа уже у нее мыслей больше не было. Через год, через два траур поносить, а потом найти себе какие-нибудь такие приятные занятия еще в жизни. У нее не было такого. Она любила одного мужа. И любила его так, что она умерла вместе с ним. Вы много видели такой любви в жизни? Чтобы мужчина так любил женщину, чтобы умерла жена, и он умер вместе с ней. Пошел в монахи. А что еще, если дети взрослые? Если дети малые, ну, детей поднять. А дальше, значит, и женщин так же, значит. Люди забывают так быстро все это, как бы. Потому что много очень всяких удовольствий кругом, много веселого разного. Оно как-то мысли разбегается в разные стороны, и люди уже себе строят планы дальше на жизнь. Как бы такое, не, они не собираются умирать. Ну, ты умер и умер, а я еще живу. А она имела такую любовь, когда он умер, она тоже умерла. И она посвятила свою жизнь, она еще мало-то имела веру Божию, чтобы любить его так, чтобы и за гробом быть вместе. И она хотела, чтобы он был в раю, причем точно в раю. Не так, чтобы там, я в раю, а ты в аду. Ну, что за жизнь-то, да? Это тоже никакой радости. На веки веков нет радости. И она взялась его вымаливать. На это способно женское сердце. Женское сердце, в принципе, способно на такую жертву, потому что оно должно любить, должно иметь самопожертвование такое. И сначала блаженная Ксения не была известна людям, как исцелительница, помощница и так далее. Вот как там поется в кондаке, значит. Днесь светло ликует град святого Петра. Петроград, Петербург. На твоя молитва надеющаяся, Ксения Блаженная. Ты, Бог, радуйся, ему похвала и утверждение. Множество скорбящих находят в себе радость и утешение возле ее гроба. Множество. Большое. Больные исцеляются, враждующие примиряются. Кто хочет выйти замуж, жениха находит. Кто хочет жениться, находит добрую невесту. Кто потерял работу, работу находит. Кто, значит, имеет печаль от начальства, значит, начальство меняет сердце к нему. Вот житейские такие бытовые вещи. Сотни тысяч случаев. Но началось все с очень маленького. Началось все просто с того, что она очень любила мужа и все. А потом, когда муж умер, он забрал ее сердце за гроб. У нее муж был в сердце. Когда он пошел туда, то и сердце у нее вырвал. И забрал с собой. Она уже не жила. И начала молиться за него. А потом через него начала молиться за всех. Поэтому, смотрите, если что-нибудь хотите делать большое, когда-нибудь захочется, он сделает что-нибудь большое, то вы, пожалуйста, знаете, что большое делается только, если ты сделал маленькое. Если ты маленького не сделал, большого у тебя не будет. И все большое вырастает из очень маленького. Сегодня Ксению знают везде. Там, где есть православные люди. Я помню, однажды в Греции на одном из островов мы ехали с группой в монастырь высокогорный. И какие-то старушки продавали там при дороге. Точно как у нас. Вот старушки при дороге продают там какие-то орехи, там какие-то там крыжовник, там какие-то малину, там какую-то ягоду, еще куда. Ну, всякую такую мелочь. Потому что бедные. Потому что бедные люди везде. Везде бедные люди. В Америке бедные люди. 70% людей в Америке нищие. На самом деле. И в Греции бедные. Старики бедные, пенсионеры бедные все. Везде бедные. В Болгарии, Румынии. Там вообще говорить про них нечего. Они всю жизнь бедные были. А там где-то Франция, Германия. Кажу копейку считают. Греция бедная. Все бедные. Не думайте, что там мы несчастные. Все несчастные. Во всем мире все несчастные. Только одни молчат, другие воют. И вот мы едем. И такие старухи сидят. Как наши бабушки. У них в стаканах семечки. Еще какая-то ерунда копеечная. И мы остановились. Возле них. Не так, чтобы купить. Так, чтобы купить у нее. Чтобы ей было весело. Какие-то пару рублей оставить. Пару драхм. Она говорит. Видишь, мы не греки. Она говорит, откуда русские. Она вдруг начинает плакать. И говорит. Ксения, Ксения, Ксения. Ксения, кажется, какое-то время дети купили путевку в Петербург. Этой бабушке. Она ездила в Петербург однажды. Там ее знает Ксению. У нее Ксения, это вообще как Николай Чудотворец для нас. То есть ее знают везде сейчас. Но началось все. С одного элементарного вопроса. Бедная женщина, овдовевшая. Всю душу отдала, чтобы мужа вымолить. Все. Больше ничего не было. В планах не было ничего. А потом она начала молиться только за мужа. Только за упокой. А потом сердце же расширяется. Огонь же разгорается. Бог Духа дает. А она дальше живет этой странной жизнью. И она принимает в себя благодать. И начинается уже молитва за других. Потом. Потом начинается молитва за других. Начинать нужно всегда с малого. С маленького. Только за детей. Только вот за это. Только вот за это. А потом сердце же живое. Оно же разгорячается. Оно расширяется. Оно принимает больше. Оно хочет больше. Вот еще один урок. То есть там первый урок был про храм. Она поможет. Она реально поможет. Не только вам здесь, в этом храме. Но и в других храмах будет помогать. Ну что ей теперь трудно. Она теперь на небе. Она с Богом. Она будет всем помогать. Теперь ей весело, и радостно, и легко помогать всем. А второе, то что начинать нужно с маленького. И нужно спасать кого-то. Помогать кому-то. Не думать только о себе. Что в рай нельзя зайти человеку-эгоисту. Эгоистов в раю нет вообще их там. Причем не важно, грешный ты эгоист или святой эгоист. Ты можешь быть очень аккуратненький эгоист. Только весь такой чистенький, аккуратненький. Такой культурненький такой. Так что матом не ругаешься. Там водку не пьешь. На работу ходишь. Такой. Ну эгоист. Ну что ты в раю эгоистов нету. Ни культурных эгоистов там нету. Ни грязных эгоистов там брутальных нету. Там никаких эгоистов нету. Там все распятые. Там все себя отдали. Что имели, то отдали. Вот у меня есть знания, я тебе отдам их. У меня есть деньги, я поделюсь с тобой. У меня есть силы, я тебя защищу. У меня есть то, я тебе это. Что у меня есть, то я тебе и отдам. Что у вас есть? У вас же у всех что-то есть. У вас же у всех что-то есть. Вы не прибедняетесь. Думаю, а что у меня есть? У меня ничего нету. секундочку это вы себя слишком рано смиряете, у каждого из вас есть что-то, я не про карманы ваши говорю, не про сберкнижки у вас есть какие-то таланты способности, возможности, у вас есть все что нужно, чтобы церковь была богата духом духовными дарами так что делайте большое только тогда, когда сделали маленькое а если хочешь сделать большое а маленьким пренебрегаешь значит ты глупый человек не будет ни большого, ни маленького вот вам еще один урок из блаженной Ксении ну а там еще много всего у нее во-первых, слушайте, имя Ксения означает странница, правильно? чужестранка слышали такое слово ксенофобия страх перед чужими чужой это ксенос, ксения это чужая чужестранка в каком-то смысле люди все ксении ксенофобия, потому что мы все чужие писание называет нас странниками что мы чужие, мы странники на земле что было время, когда нас здесь не было все уже было, нас здесь не было что будет время, когда нас здесь не будет все еще будет, а нас уже здесь не будет так кто же ты здесь? если не странник вот гостиница стоит она построилась, я в ней не жил вот я в нее приехал, пожил не три дня и уехал из нее то есть она дальше стоит без меня То есть гостиница стоит. А я туда зашел и вышел. Вот этот мир это как бы гостиница какая-то. А я туда зашел, походил, подумал. О, моё, вроде моё. Потом раз, выходить пора. Выписка после 12. Ваше время закончилось. Да, как в гостиницах, знаете? Выходишь из гостиницы. И гостиница дальше остается, а ты уходишь. Так кто ты там был? Странником был. Странник это Ксения. Странница. Чужая странка. Неизвестно, откуда пришла. и неизвестно, куда пойдет. Это каждый человек. Каждый из нас это странник. Странники и пришельцы. Петр пишет в послании соборном. Братья, умоляю вас, как странников и пришельцев, удаляться от плотских похотей, воюющих на душу. То есть как странник и пришелец, как чужой, как проходящий мимо. Иди мимо всех соблазнов. Не останавливайся возле соблазнов, не бери их в руки, не рассматривай их. То есть все, что соблазняет тебя, оставляй в стороне, потому что ты проходишь мимо. Ты странник. Что такое Пасха? Это тоже проходить мимо, тоже странствовать. То есть уходи, уходи отсюда, не оставайся здесь, проходи мимо. Из места рабства уходи на свободу. Это такая идея движения вперед. В том, что у нас впереди, мы здесь не имеем пребывающего града, но грядущего взыскуем. То есть мы ищем будущий город. Называется небесный Иерусалим. Архитектором и устроителем которого является Бог. И мы туда хотим вселиться. А здесь у нас постоянного пребывания нет. Здесь мы как в гостинице. И ваше жилье, которое на вас записано, ваша собственность, это все равно гостиница. Его нужно, конечно, содержать в порядке, чистоте, передать его детям потом в завещании. И так далее. Это ваш капитал, это ваше имущество. Оно дорогое, оно нужное. Но это гостиница. И вы в ней постояльцы. И вы туда уйдете. Иногда заранее будете знать об этом, иногда внезапно уйдете, что даже знать не будете. Что пора уходить, и вас просто возьмут и вытащат из вашего гостиничного номера. Поэтому мы все здесь, Ксения. Понимаете? Не так, чтобы один там был путешественник, а я сижу на месте, никуда не двигаюсь, мне здесь хорошо, это моя земля, я буду вечно здесь жить. Такого нет ни одного человека. Где бы ты ни сидел, под деревом в собственном саду, или в кресле в собственной квартире, ты в гостях. Ты, Ксения. Ты чужестранец в этом мире. А где же моя родина? Там, где отец, отчизна. Отчизна где? Там, где отец. А где моя отчизна? Фатерлянд мой, где? Отче наш, где он? И же и си на небесе. Значит, вот вам тоже цель жизни такая. Родина там, отчизна там. А здесь место, временное пребывание. Вот ты идешь. Идешь и глядишь в спину тем, кто уже ушел туда и дошел. Мы сегодня с Ксенией глядим в спину. Потому что мы как бы идем за ней. Она прошла уже свою жизнь. Прошла ее достойно, мужественно. Многие из вас были, а те, кто не был, прекрасно понимают, что такое Петербург с его погодой. Что такое быть бездомным в Петербурге. Вот быть бездомным в Батуми, например, или в Сухуми. Или быть бездомным в Константиноне. Там тоже снег идет, там тоже холодно бывает. Но быть, например, бездомным в, допустим, в каком-то сирийском городе или египетском городе, в Александрии египетской, например. Это, я вам скажу, курорт для бездомных. А вот быть бездомной женщиной, у которой есть свои немощи, свои сложности, и требуется, наоборот, больше комфорта женщине. Она слабая, слабее, чем мужик. Мужик лег в сено, встал, тряхнул себе это сено и пошел дальше. А женщине нужно чуть-чуть помягче, чуть-чуть поаккуратнее, чуть-чуть то, чуть-чуть все. Сами знаете. Что такое быть бездомной женщиной более 40 лет в Петербурге, где тебя то ветром сдует, то дождем зальет, то мокрым снегом облепит. Что такое жить на улице, как птица без крыши над головой? 40 лет в Петербурге женщине. Только представьте себе, если вы, например, бежите домой под дождем и хотите быстрее в дом скрыться, а постойте-ка лишние полчаса под этим же дождем. Подумайте, а Ксения, как она вообще жила без крыши над головой столько лет? Как вообще? Не заболела, не умерла, с ума не сошла. Сохраняла здравый разум. Она только по наружности была сумасшедшая. Она была здоровая женщина. Нет, все было в голове в порядке. Откуда столько? Боже, она так любила мужа своего, что это ради него все. Такая была любовь сильная. Из любви рождается святость. Кто никого не любит, тот не может быть святым. Кто никого не любит, не может быть святым. Кто ничего никому не отдал. Так что вот мы сегодня к блаженной Ксении, притекающей совместно, соборно, со всей церковью, со всеми теми, кто сегодня там, на Смоленском кладбище стоит, возле ее могилы, где написаны ее слова. Кто знал меня, пусть помянет душу мою для спасения своей души. Так написано было на ее могиле. Сейчас там уже часовинка, там непрестанно идет пение молебное, оздравное, упокоение. Люди знают это место, они знали его даже в годы гонений. Так что мы сегодня просим у блаженной Ксении, конечно же, и помощи в стройке наших храмов. Чтобы все, кто строит храмы Божии, получили помощь Божию и через Ксению тоже. От нее. Чтобы мы поняли, что мы с вами все-таки здесь пришельцы. Мы совершаем путешествие на родину, в небесный Иерусалим. Это мать и всем нам. И чтобы мы с вами умели любить друг друга, отсюда вырастает святость. И умели жертвовать собою и не пренебрегали маленькими делами. Потому что там, где есть маленькое, там большое будет. Где маленькое есть, там большое будет. А где маленького нет, там ничего не будет. Ни большого, ни маленького. Поэтому с маленьких зернышек вырастают большие дерева. С маленькой искры зажигается большое пламя. От маленькой любви рождается вселенская святость. Это все Ксения. Не только она. Таких людей много. Много в раю святых. Много у Господа друзей. Много тех, кто любит его и кто любит их. И каково любит он. Будем благодарны Создателю в Троице Единому за литургию, за причастие, за День памяти святой, за все то, что мир движется, продолжает двигаться к своему финалу. И мы живем на этом космическом корабле. Мы же летим с вами. Земля же летает в космосе. Мы, по сути, большая команда одного космического корабля. И мы летим к цели. Туда, к небесному Иерусалиму. Жизнь продолжается. Продолжайте ее с покаянием, с именем Иисуса Христа в уме и на устах, с Евангелием в руках и обязательно с посещением святых божьих храмов. Да хранит вас Христос Господь и все святые. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин